Долгожданное лето пришло в Алтайский край. После затяжных холодов в регионе наконец установились плюсовые температуры. Но с ними пришли и проблемы. Обострилась ситуация с пожарами и началась вторая волна паводка. В ближайшие дни, прогнозируют специалисты, ситуация будет усугубляться. Серьезный подъем воды в реках региона может начаться 10 июня, а уже с 15-го во время сильных дождей подтопить может 24 района края. Учитывая прогнозируемые на ближайшие дни высокие температуры воздуха и обильные осадки, существует вероятность достижения опасных отметок и подтопления следующих муниципальных образований. Это город Барноломик, район Затон, Краснощерковский, Чижижский районы. Те населенные пункты и места, которые спрогнозируют к подтоплению силы, чтобы они там появились, не когда вода поднялась, а до того, как вода поднялась, для выполнения ряда задач, связанных с оповещением, с организацией эвакуации. Такое распоряжение дал главный спасатель Сибири районным главам. Кстати, как выяснилось, встретить стихию во всеоружии готовы не все. Так глава Чижижского района сказал, что в распоряжении муниципалитета всего одно плавсредство. Сергей Диденко отметил, что при сильном половодии оно не спасет людей. Если вы считаете, что привезти на Ан-74, на Ан-76 плавсредство откуда-то с Красноярска, это правильнее, чем взять лодку у соседнего рыбака и применить ее, то это не так. Я прошу вас организовать эту работу. Их в любом случае должно быть не менее десятка, то есть по несколько, по две штуки хотя бы на населенный пункт. На комиссии ЧС шла речь и о компенсациях. Напомним, выплаты по первой волне паводка 18 тысяч пострадавших получили только спустя два месяца. А некоторым не выплатили до сих пор, так как были ошибки при заполнении документов. Чтобы это предотвратить, в Рио губернатора Виктор Томенко дал указание формировать эти списки заранее. Мы параллельным образом приступили к формированию учетных выплатных дел. Для чего? Первое, для того, чтобы снимать в том числе напряжение среди населения. Помимо угрозы паводка в крае сохраняется сложная пожароопасная обстановка. Высокий класс горимости объявлен в Благовещенском районе. Там действует штормовое предупреждение. В ближайшие сутки двое к нему начнут подтягиваться и Кулунда, и Славгород, и Ключи. Небольшие осадки, которые прогнозируются на 10 число по северо-западным районам, возможно, не смогут понизить класс пожароопасности. Опасность возникновения пожаров снизится только в середине июня, когда в крае прогнозируют сильные дожди. Виктор Томенко поручил предпринять все необходимые меры, чтобы предотвратить поджоги и минимизировать последствия паводка. Отметим, несмотря на все риски, вводить режим ЧАЭС ни по пожароопасности, ни по паводку пока в регионе не стали. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. Наши новости. Валентина Аскерова, Алексей Физин. Наши новости. Продолжение следует... Продолжение следует...